На торжественное богослужение по случаю прибытия чудотворной Фёдоровской иконы Божией Матери в Никольский храм города Черкеска пришли сотни верующих. Ещё бы, ведь это редчайший случай, когда святыня покидает свою постоянную обитель Богоевленска Анастасийн Монастырь Костромской епархии. История Фёдоровской иконы окутана множеством преданий. Своё название она получила от имени великомученика Фёдора Стратилата. Первые легендарные упоминания об этом образе Пресвятой Богородицы относятся к XIII веку. При нашествии войск Батыя в 1238 году городецкий монастырь, в часовне которого находилась икона, был разграблен и сожжён. Но по прошествии нескольких лет, гласит предание, Фёдоровская икона была обретена повторно. Позже именно ей был благословлён брак Александра Невского. После смерти Александра Невского, который повсюду возил её за собой, молился, это был его молильный образ, потом перешла к одному из его потомков, который получил в удел, в окнижение город Кострому. И в городе Костроме этот святой образ оставался долгое-долгое время, и по сейчас он там пребывает. Именно этим образом благословили юного Михаила Романова при избрании его земским собором на царство в 1613 году. С этого времени Фёдоровская икона становится особо чтимой родовой иконой дома Романовых, передаваемой по наследству. Именно в честь неё российские императрицы получали отчество Фёдоровна. Все члены царской семьи считали своим долгом, посещая Кострому, прикладываться к чудотворному образу. Родовая икона была семьёй последнего российского императора Николая Романова до дня гибели в Екатеринбурге. Позже, в 1922 году, после выхода декрета об изъятии церковных ценностей, икона вновь чудом уцелела. Огромное количество икон, представлявших художественную ценность, вагонами вывозятся из России. Простые иконы попросту рубятся и сжигаются на кострах. Исторические памятники древнейшего зодчества сносятся самым жестоким образом. Во время гонения Фёдоровская избежала участи большинства икон. В 1919 году в Кострому прибывает представитель музейного отдела Игорь Еммануилович Горобарь. Он увозит икону в Москву и исследует на предмет сохранности, находя, что в музее её брать нецелесообразно по причине плохой сохранности красок. Так святыня остаётся в Костроме. От неё по-прежнему идёт благодатная помощь верующим. На второй день пребывания реликвии в Карачаево-Черкесии отслужить божественную литургию специально прибыл архиепископ Пятигорский и черкесский Феофилат. Чтобы приложиться и помолиться перед образом чудотворной Фёдоровской иконы, образовалась бесконечная очередь верующих. С давних времён в православии она почитается как покровительствующая семейному благополучию. Этот образ особенно славен тем, что по молитвам перед ним исцеляются наши женщины от женских болезней и недолгов. Очень помогает этот образ тем, кто хотел бы иметь деток, но не может по женской немощи. Здоровье не позволяет иметь детей, но по молитвам перед этим образом Матерь Божия даёт нам такую радость, как деток в семье. И, конечно же, мы молимся перед этим образом Божией Матери о семьях наших, о детях наших, о том, чтобы в наших семьях всегда было благополучие и чтобы детки наши всегда шествовали по благому и правому пути. Перед столицей Карачаева-Черкесии чудотворная Фёдоровская икона побывала в Элисте, Ставрополе, а после Божественной Литургии в Никольском храме Черкеска православная реликвия отправилась в Спасский собор города Пятигорска. Руслан Альботов, Андрей Дорошенко. Итоги недели.